Я ему уже сказал, и после боя мы будем в нормальном состоянии, он от меня не уйдет. Остинский флаг всегда присутствует. Я остин от кончика волос до кончика ногтей, я остин чисто кровный, что ни на есть. У меня контракт заканчивается, я пообщался со всеми лигами, от UFC, RCC, от всех, окончая всеми. Друзья, всем привет, и перед началом интервью хочется немножко внести ясность. К сожалению, так вышло, что мы приехали на пресс-конференцию ACA, и там не разрешили задавать вопросы. Вопросы могла задавать только Анастасия Янькова. Мы не подготовились к этому, нас никто не предупредил, что в этот раз мы не можем ничего говорить. Пришлось ловить бойцов в коридорах, у нас было оборудование именно для пресс-конференции, не для интервью. Поэтому вот такое вот грустное качество. Но самое главное ведь это вопросы и их суть, так что извиняйте за плохое качество еще раз. И приятного просмотра, интервью должны были получиться крутыми. Марат, привет. Во-первых, очень приятно тебя видеть свежим, щечки розовые, ты видно, что вес тоже гоняешь. И мне кажется, что хорошо, расскажи про это. С весом все нормально, ну, там все впереди, правда, еще, еще три дня впереди, самая жесть впереди. Но в этот раз идет все хорошо, все, блин, ну, как никогда, все прекрасно, хорошо все. Ты ждал, что Брандау будет как-то себя вести более яростно и более агрессивно, потому что это была не та пресс-конференция, которую от вас ждали, не тот дуэль взглядов. Все знают, что Брандау это агрессивный боец, который не боится даже в Дагестане показать там какой-то свой пыл, свою ярость. Как думаешь, почему он не стал на тебя агрессировать? Блин, не знаю, наверное, знаешь, повлияло то, что они же наблюдают, как в России у нас по-другому немножко, знаешь, поуважительно относимся к друг другу. И это ценится, и это уважается. Они же делают то, что требует публика, требует то, что нужно для зрителя. Здесь ценится взаимоуважение, и они воспитываются нашими бойцами, начиная Хабибом, там, все уважительно относятся друг к другу, у нас все бьются тоже уважительно, там, как мы. Это же красиво, это нравится людям, это красиво, и по-любому они заражаются этим. И меняются, меняются ближе к людскому. Мы видели твою, твой головной уборду о кепе, недавно Михаиле Кокляеве, и с кепкой, но не с твоей, был интересный инцидент, когда он кинул ее в Александра, Александра в него, ты, наверное, видел, да, это видео? Не было у тебя сейчас мысли тоже по приколу кинуть в Крандау кепку, но ты ее подарил, правда, почему-то? Не, не, как можно, гость. Ну, тем более, мы там, вот, астинный, ироноязычный народ, да, у нас принято, как у афганцев тоже, да, там было, вот, смотрел, наверное, фильмы. Ну, гость нельзя, ну, бой приходится, а так гость как можно неуважительно относиться к гостю. Другого варианта нету. Для ради публики ипотаж навести, сейчас друг друга поплевать здесь, я думаю, что уважительное отношение друг к другу тоже, красота тоже привлекает людей. Ну, думаю, все равно же напряжение чувствуется, бой же будет. Все увидят, все это, как бы, вот этот вот ипотаж, бой он перекроет, потому что бой будет, будет искры, будет огонь, все будет. Ну, а так вести себя, я не знаю, если, по-моему, мне что-нибудь позволил, до базара нет, я с удовольствием, как говорится, можно было прямо здесь начать. Ну, если тебе так уважительно, ну, тем более, гость приехал сюда, это будет по-свински, я думаю. Мы все знаем Диек Брандау, как человек, который любит пригубить спиртное. Если после боя никто из вас не получит серьезных каких-то травм, повезешь, что ты его куда-нибудь веселиться, праздновать? Нет, ну, если человек ведет себя по-человечески, если он такого оскорбительного, затрагивающего, честь, достоинство мое, не произойдет, и мы, я ему уже сказал, и после боя мы будем в нормальном состоянии, он от меня не уйдет. По-любому мы покажем ему красоты Питера и все остальное. Дай бог, чтобы после боя мы нормально, как бы со здоровьем все хорошо было, а то у меня постоянно какая-нибудь, то нога сломана, то еще что-то, блин, кто-нибудь знает. Из-за этого, конечно, обязательно покажем красоты Питера, поезд остинских пирогов, может, в другую весовую категорию уйдет. Что по остинскому пиву? По остинскому пиву, пиво, на самом деле, остинское пиво, оно не спиртное, оно, это напиток, который в древности наши предки молились с которым. Он не спиртной, там, дети пьют, детям можно пить, он очень вкусный, но там присутствует дрожжи, и сейчас я его не пил, наверное, очень давно, и пироги не ел. В прошлый раз ты взорвал петербургскую публику, ты вышел под Ленинград и показал очень крутой бой. В этот раз есть ли у тебя какие-то задумки крутого шоу, или ты пока их будешь держать в секрете? Ну, я, как бы, ну, мне все спрашивают, кто тебе придумал, это кепка, это то. На самом деле я одеваюсь так, как мне нравится, так как я одевал, ну, я в местах там провел, я до этого тоже так одевался. Мне всегда нравился скромно, темно и по-нашенски, как говорится. Мне всегда так нравился. Я все, что делаю, я просто на пресс-конференции, это не простая прогулка на улицу, это люди, это нужно не шарашки на конторы, АСЕ, серьезная организация, я сейчас убедился, я пообщался, у меня контракт заканчивается, я пообщался со всеми лигами, от UFC, RCC, от всех, кончая всеми, да. Я убедился, что АСЕ, они, вот многим не нравится, да, там, АСЕ, какое-то отношение. У меня тоже были неприятные, но я еще раз убедился, что отношение к бойцам в ИСЕ хорошее, отличное отношение к бойцам. И опять-таки отношение с Ибрагимом мне заставляет опять остаться в ИСЕ. Мне не нужен никто, я еще раз убедился, что мне не нужен отношение вот такое, людское, меня больше ценю. И, ну так, вопрос какой был, не помню уже. Вопрос еще был про трек, сейчас тоже будешь по Ленинград выходить, потому что людям прям закатило в прошлом. Потому что, не, понимаешь, я в Питере, Питер, стадион, что, Ленинград, футбольный, я живу рядом со стадионом, там Ленинград постоянно, там, все. И я живу в Питере, и с детства мечтал жить в Питере, потому что, ну, я с детства читал, там, сказки, там, Пушкина мне читали, стихи, там, и это. Я же воспитан в Советском Союзе, я, ну, осетин, да, мне мать читала, там, Нарцкий эпос, то и все, но я впитал и русскую культуру, да, и начиная от Пушкина, там, боюсь ошибиться фамилиями, но здесь очень много из золотого века русской культуры, да. И мне всегда, и архитектура шикарная здесь, и мне всегда хотелось жить в Питере, я здесь, но оказался я здесь случайно, вот такая судьба. И я живу здесь уже шесть лет, я себя считаю питерским человеком, у меня прописка в паспорте стоит питерская, и я хочу выходить под музыку с теми людьми, с кем живу, с кем ем, с кем, это самое. Да, осетинская публика немного огорчается в связи с этим, но осетинский флаг всегда присутствует. Я осетин от кончика волос до кончика ногтей, я осетин, чистокровный, что ни на есть, я горжусь, что я осетин, но мы должны учитывать российскую публику, мы должны учитывать, что мы живем в России, и из-за этого на моем бою будет присутствовать осетинский флаг и российский флаг. Тем более, что осетин всю дорогу с русскими людьми, что в войне, что в горе, что в радости, всегда вместе. И это не должно цеплять ни осетин, никого. Это естественно, я думаю. Каждый раз, как у тебя был бой, мы с тобой записывали интервью, ты всегда знал, на что потратишь деньги, на машину, на новую квартиру, на что сейчас копишь? На долги, на долги. Я же не секрет, что разбил две машины разом, две машины разом. Это время тоже приходилось как-то жить. Благодаря такой, есть Иналц Хавребов, он меня просто в этот раз спас, потому что на самом деле готовиться мне было не на что. Вот бедный Савелий Моисеевич там шевелил программу в Осетии, чтобы мне помогли. Помог мне Иналц Хавребов, он вырос сам не в Осетии, он вырос в Норильске. И когда я с ним связался, он мне до этого помог хорошо, я с ним связался, он мне сказал, я отвечаю за все. И мне были бы огромные проблемы, если не это. Он закрыл все проблемы мои, из-за него появился, благодаря ему появились тренера хорошие, благодаря ему появился Авелий Моисеевич здесь появился. Я был в Торбе конкретной, короче, как всегда. Так, из-за этого получилось мне, из-за этого я, хотя проблемы со спиной были, но с врачами разобрались, все нормально. И я сейчас, я думаю, что после того перелома, после тех, многое люди не знают, после тех всяких у меня передряг, нервоза, отношения с людьми, там многое меняется. Когда ты проигрываешь бой, многие люди меняются, у меня очень сильно, перелом ноги, это была вообще просто игрушка. Очень много нервов потратил в отношениях с людьми, руганий в этой ссорах, короче. Это больше мне, наверное, убивало душу мою, да, но я сейчас на такой уровень вышел, это, наверное, за счастье, что я опять в деле и я в форме. И я в форме. Тогда последний вопрос, если говорить, что ты в форме, это уже не всей твоей карьеры, какой сейчас это, какая это ступень, это какая-то высшая ступень, сколько процентов, на сколько ты готов? Ну, как тебе сказать, вот на бой с Раисовым мне, ну, представь, мне 40 лет, я выходил на бой с Раисовым, я понимал, это была последняя моя возможность, там все может случиться, травма может быть, не повезло может быть, повезти же тоже должно. Я понимал, что я не должен упустить этот шанс, я просто весь вложился. Второй раз там с Батаевым, я, ну, тяжело, я из-за этого, вот, когда Бага второй бой готовился, я знал, что-то не то происходит, я же вижу по интервью, то в то село поехал с поясом, то в то село поехал, и где там пироги что-то кушают, там, туда-сюда. Я понимал, что очень сложно, первую защиту очень сложно провести, и меня только мог собрать, тоже некий нюанс, да, я собрался, смог. А потом уже дальше сложнее, мотивацию, у некоторых в голове сидит, вот, достичь, там, чего-то, ты достиг этого, все, дальше пустота. И потом уже нужна какая-то мотивация, для чего, ну, там, кто-то пояс UFC, да, там, ну, я сейчас убедился, что он мне не нужен, вот, я сейчас убедился, он мне не нужен, мне здесь дома относятся лучше, чем где-либо. Нынешняя форма в процентах? В процентах, ну, конечно, близко, близко к прошлому, близко, ну, думаю, хватит, на него хватит. Ну, ты заметь, это же не 5 раундов, а 3 раунда, прогуляться же здесь по-нецкому. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследование, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну, а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.